Муниципальная инспекция города Бишкек выполняет контроль за состоянием окружающей среды и экологии столицы. Учреждение, созданное два месяца назад, было обеспечено новыми электромобилями. Сотрудники подчеркивают, что электрокары имеют ряд преимуществ. Когда у нас не было этой машины, мы с коллегой тратили более 1000 сомов в день на бензин. Теперь мы ездим очень экономично. На 500 сомов мы можем ездить 2-3 дня. Особенность этой машины заключается в том, что она автоматически тормозит при движении в потоке, что делает ее более удобной и безопасной. Кроме того, она не наносит вреда окружающей среде. Муниципальная инспекция, занимающаяся охраной природы, оснащена электромобилями в качестве примера ответственного использования транспорта без вреда для окружающей среды. За последние два месяца инспекция наложила штрафы на общую сумму 25 миллионов сомов за нарушения, причиняющие ущерб окружающей природе. Всего на балансе учреждения находится 9 электромобилей. Мы проводим контроль за состоянием фасадов зданий, дорог и тротуаров, а также за соблюдением правил благоустройства на территории прилегающей к строительной площадке. Мы также занимаемся выявлениями предотвращения несанкционированных свалок и контролируем соблюдение правил использования воздуха и другие аспекты экологии. Поскольку мы находимся на страже экологии, наши сотрудники передвигаются на экологически чистых электрокарах. Вождение электромобиля не только сокращает расходы, но и предоставляет водителям другие преимущества. Для этого глава государства подписал специальный закон, который стимулирует использование экологически чистого транспорта. Теперь соответствующие учреждения будут активно работать в этом направлении. Внедрено новое понятие, как зелёный номер. Это номерной знак для транспортных средств, который будет иметь обозначение, то есть будет отличаться от остальных номерных знаков тем, что будет нанесена зелёная полоса. Данные номерные знаки будут выдаваться электромобилям. В настоящее время в рамках реализации данного закона государственным агентством по регистрации транспортных средств и водительского состава ведётся работа по внесению изменений в стандарты государственных номерных знаков. И надеемся, в течение трёх месяцев уже будут внедрены и будут выдаваться такие номерные знаки для электромобилей. А для максимального раскрытия потенциала электромобилей необходимо активное развитие инфраструктуры. Как вы знаете, в 2023 году у нас был реализован проект правительственный акселератор. В рамках этого проекта нами была поставлена задача, то есть не только практическая задача по установке зарядных станций на территории Кыргызской Республики, а также упрощение процедур выдачи документов на зарядные станции. В рамках этой программы правительственные акселераторы нами в городе Бишкек были подготовлены документы на 60 зарядных станций. Также рассмотрим порядок выдачи и упрощения документов. Ранее эта процедура занимала на территории города Бишкек 185 рабочих дней. В рамках реализации челленджа, по окончанию челленджа, этот порядок упрощен до 68 рабочих дней. Электромобили имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательными для их владельцев. Электрокары не используют бензин или дизельное топливо, что значительно снижает выбросы вредных веществ, таких как углекислый газ, плюс экономия на топливе, а также бесшумный ход, что отличает их от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова